Приветствую любителей City Car Driving. Сегодня у нас мод BMW X6M F86. К сожалению, автор не представил никаких технических характеристик. Я немножечко погуглил. Итак, это модель 2014 года, полноприводная, автоматическая коробка передач на 8 ступеней, 575 л.с., мощность двигателя, максимальная скорость 250 км в час и до сотни она разгоняется за 4,2 секунды. Ручная установка мода, то есть скидываем файлы и прописываем код машины в PlayerCars. К сожалению, к ней нету экстер и что меня тоже раздражает немного, это то, что нету превьюшки. То есть свет мы выбираем вслепую, если он вообще выбирается. Я оставил на стоке, получилась у нас белая BMW и на том хорошо. Выходит много модов, но многие мне не нравятся по интерьеру. Эту же я выбрал по экстерьеру. То есть выглядит моделька крайне отлично. Посмотрите, какая красоточка просто. Так, давайте посмотрим на крышу. Люк у нас присутствует. Поменяю вид. Вот так вот почему-то вид настроен из-под машины. Давайте еще раз проверю. Нет, это не моя ошибка. Именно вид настроен из-под машины почему-то. С капота. И вот так вот выглядит водительская. Давайте рассмотрим интерьерчик. Вот такая вот красная у нас обшивка сидений. Ничего особенного нет здесь. Многим, наверное, красный цвет здесь не зайдет. Люк у нас виден. Это хорошо. Каких-то щелей в текстурах я не наблюдаю сзади и спереди тоже. Стойки целые. Так, посмотрим на руль. Руль тоже обшит примерно так же, как и... Ну, немножечко другая текстура, чем у сидений. Ну, в принципе, претензий к рулю нет. Давайте запустим двигатель, послушаем звук. Вот такой вот мягкий, тихий звук двигателя при запуске. На приборке мы видим, прям по центру над рулем показывается у нас передача. Это очень хорошо, что есть индикатор передачи. Некоторые ездят без электронной приборки. Ну, то есть без программной приборки. Так, на мультимедийном экране у нас там разные иконки. Но это не суть важно. Главное, что она есть. Можем, кстати, сразу проверить, показывают ли... Так... Реверс включаем и нам не показывают заднюю камеру. Здесь задние камеры не предусмотрены. Я напоминаю, что в описании здесь ничего не написано. То есть я всё смотрю наугад, можно так сказать. Так, поставили на D. У нас сейчас на ручнике... Индикация ручника тоже есть. Теперь пробуем поворотники. Поворотники показывают. Есть индикация, сигнал. Звуком претензий, наверное, нет у меня. Следующее, что мы смотрим, по традиции, это что происходит в дождь. Итак, пошёл дождь у нас. Немножечко я ошибся там в меню. Не туда попал. Видим, что все поверхности у нас поддаются каплям дождя. На наш люк тоже не попадает. Ну, так не очень красиво, конечно, смотрится. Но на люк мы вообще в игре не смотрим. Итак, запускаю заново двигатель. Потому что я вышел в меню. И давайте включим дворники. Дворники стирают с минимальной, но задержечкой. Ну, в принципе, это всё очень терпимо. Вполне себе достойно. Теперь посмотрим, что у нас происходит ночью. Включаем ночь. Видим, что подсветка изначально у нас уже светится. В некоторых моментах это хорошо. Потому что бывает в некоторых модах, что если подсветка не включена, на постоянке, как вот сейчас, то при засветах солнца у нас на приборке перестаёт видеть, видно датчики. Это я не помню, на Сизуке было или на каком моде. Или на Гранд Широке. Давайте включим свет. Видим, что есть индикатор света. Дальние тоже есть индикатор. Это хорошо. Теперь посмотрим, что у нас в нежке при этом происходит. Итак, наши фарки. Включаем свет. Достаточно яркие фары. Здесь претензий нет. Теперь смотрим поворотники. Поворотники тоже очень чётко видно. Они кроме вот такой большой полоски и дублирования на зеркалах. Ещё там какая-то маленькая точечка. Не знаю, зачем она. Итак, хорошо поворотник видно. Видим, на зеркалах всё видно. И сзади достаточно большой такой поворотник. Стопы тоже хорошо видно. Выключаем. Так, ещё раз. Свет проверяем. Возвращаемся в кабинку нашу. И давайте включим обратно день. Немножечко проедемся. Так, пристегнулся я. Так, парковочный снимаем. Включаем D и проехались. Достаточно резво она стартанула. Я немножечко придавил педальку. У неё разгонный потенциал уже чувствуется с первого нажатия педали. Так, ну, в некоторых моментах это может быть и минусом. Например, если вы там едете в пробке какой-то. И особенно если вы на клавиатуре. Так, стоп. Плохо выровнялся. Ставим на первую. И погнали. До сотни легко можно набрать. Так, сейчас немножко отъеду. Так. Да, с места она, конечно, рвёт хорошо. До сотни я бы легко набрал. Просто я там пропустил момент перегазовки. И потерял немножко в скорости. До сотни легко набирает она на этом коротком промежутке. И также тормозит очень хорошо. Я умудрился не въехать в забор. В некоторых модах при меньшей скорости я обычно въезжаю в забор. Даже там бывает на 75. Давайте поставим на нейтралку. И на парковочный. Итак, что мы видим в этом моде? Ну, достаточно простенькая такая приборочка. Для любителей красного цвета, я думаю, подойдёт вот эта обшивка. Лично мне вот такой ядовито-красный не нравится. Ну, немножечко разбавляет серость интерьера, конечно. Что касается приборки, подсвечена она всегда. Это хорошо в некоторых моментах, когда солнце слишком слепит нашу приборку. И следующее, что бы я хотел заметить, что показываются у нас передачи. Их хорошо видно, рулём не перекрываются. Поворотники также видны. Получается, что касается внешки. Внешка достаточно привлекательная. Выбирал её как раз из-за внешки. Классно выглядит. Можно цвет поменять, конечно. Лучше там поставить чёрную, например. Будет хорошо. В салоне нету никаких зазоров. Дворники справляются отлично. Не идеально, но отлично. Также неплохо у неё скоростной режим. Быстрый набор скорости и хорошее торможение. Что не понравилось, это вот то, что в моде не делают превьюшек. И это вызывает сложность при выборе цвета. В самом начале игры, когда мы выбираем автомобиль, это, конечно, нехорошо. И также хотелось бы, чтобы авторы всё-таки вставляли технические характеристики автомобилей. Ну, вот и всё. Спасибо, что посмотрели мой обзор. До новых встреч.